Открываем Epidemic Sound. Что у нас тут? Не то. Не то. Не то. Тоже не то. А может быть то? А может это? Новое видео. Видео о том, что такое Рояльти Фри Мьюзик. Сегодня разберемся, что такое Рояльти Фри Мьюзик. И в конце видео я пролью свет на 7 ресурсов с музыкой без авторских прав. Погнали. Если ты создаешь видео контент, то готов поспорить, что хоть раз ты задумывался, где брать музыку, на каких ресурсах ее скачивать. Что такое платная музыка, что такое бесплатная музыка, кому нужно платить деньги и вообще, что такое Рояльти Фри Мьюзик. А может быть просто стоит пользоваться бесплатным плейлистом на Ютубе или там какой-нибудь группой ВКонтакте. Короче, сегодня будем разбираться. Итак, для начала, что такое Рояльти Фри. В русском переводе это означает бесплатная музыка, но как бы это не совсем так и не означает, что музыка должна быть бесплатной. Но под этим термином мы понимаем именно так. Как говорит Википедия, Рояльти Фри, вид лицензии, при котором плата за купленный продукт, производится только в момент покупки. В рамках этой лицензии отсутствует дополнительная выплата со стороны покупателя за каждое использование продукта. В словосочетании Рояльти Фри, Рояльти это авторский гонорар, а Фри это бесплатный. Но в данном контексте это обозначает не совсем то. В данном контексте, в словосочетании это означает безвозмездный. Термин Рояльти Фри Мюзик сбивает нас с толку, но на самом деле это означает без отчислений. То есть покупатель, это ты или я или тот, кто купил музыку, не будет каждый раз платить сборы отчисления автору за каждый раз ее прослушивание. Короче говоря, Рояльти Фри Мюзик это такой тип лицензирования, что ты платишь за лицензию только один раз и можешь использовать музыку для себя сколько угодно раз много. Так вот, например, ты купил лицензию Рояльти Фри Мюзик на какую-то музыку, чтобы ставить ее в видео на свой YouTube канал и не переживать за то, что YouTube тебя забанит или оштрафует, или не лишил монетизации за то, что ты нарушаешь чьи-то авторские права. И если ты покупаешь лицензию Рояльти Фри, то ты можешь использовать его хоть один раз, хоть 20 раз. Не важно сколько у тебя подписчиков на канале, либо 10, либо 10 тысяч, ты можешь использовать ее как один год, хоть 10 тысяч лет, если кто-то еще будет смотреть видео на твоем канале через 10 тысяч лет. Но это не важно, важно то, что ты заплатил только один раз за нее и никаких отчислений делать больше не надо. Рояльти Фри не стоит бесплатно, друг, надо понимать, что любая работа стоит денег. Конечно же, есть авторы, которые отдают свои работы за бесплатно, например, вот он. Но по большей части за работу нужно платить. Короче говоря, если ты решишь не платить подписку на каком-то канале и решишь спереть оттуда трек, методы говорить я не буду, ты, скорее всего, и так знаешь. И ты не мощный ютубер, тебе на ютубе как бы ничего не будет, во многих случаях твое видео просто будет лишено монетизацией. Но повторюсь, любой труд должен быть оплачен, тем более, что деньги небольшие. Подписку можно сейчас найти за каких-то 10-15 долларов в месяц. И здесь мы плавно переходим к ресурсам, на которых можно брать музыку с лицензией Рояльти Фри. И начну с последнего, седьмой в этом списке Storyblocks. Storyblocks это бывшая платформа AudioBlocks, которая эволюционировала стильный сервис Storyblocks, где есть сразу три варианта подписки. При годовой оплате можно сэкономить до 50%. За самую дешевую подписку придется заплатить почти 9 евро в месяц. На шестом списке в моем хит-параде сайт с названием CC Mixter. CC Mixter, называй как хочешь. Платформа CC Mixter позволяет музыкантам из разных улыков земли создавать композиции вместе для последующего распространения. Саундтреки для своих проектов можно найти на сайте платформы DIG. Здесь ты найдешь тысячи часов уникальных треков, которые можно свободно использовать даже в коммерческих проектах и видеоиграх. Контент распространяется по лицензии Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 United States License. Дальше у нас идет Envato Elements. У меня не совсем хорошо с английским, поэтому... Будучи одним из первопроходцев стокового медиа, Envato Elements имеет крупнейшую библиотеку. Здесь есть не только музыкальные композиции, которые легко подойдут к вашим работам в качестве саундтреков, но и звуковые эффекты, если вы вдруг забыли записать фолии на площадке. Месячная подписка обойдется вам в 16,5 долларов. На четвертом месте в моем списке сайтов без авторских прав это Premium Beat. Платформа Premium Beat является дочерней компанией знаменитого стокового фотопортала Shutterstock. Похожая система распространения работ делает сервис простым в поиске по разным категориям. А возможность прослушать глупые короткие версии композиции делает выбор еще удобнее. За стандартную лицензию придется заплатить 49 долларов. А Premium с расширенным допуском к использованию в коммерческих проектах обойдется вам аж в 200 долларов. Тройку лидеров открывает наш отечественный портал музыки без авторских прав. Это сайт Vizia Sound. Здесь есть музыка на любой вкус, как и в предыдущих сайтах, но есть некоторые преимущества. В отличие от зарубежных аналогов, Vizia Sound предлагает свои услуги на родном русском языке. Так что вам не нужно вспоминать сложные английские слова для поиска нужной категории. То же самое касается платежных юридических документов и лицензий. Никакого английского языка. Отсортировать библиотеку Vizia Sound можно по жанру, настроению, инструменту, автору и даже по темпу. Доступная система лицензирования делает треки удобными в использовании даже в коммерческих проектах. Средняя цена за композицию составляет 950 российских рублей, что в разы дешевле, чем в других похожих платформах. На втором месте сайт, который знают все, потому что он просто повсюду. Его реклама в соцсетях, просто ты везде открываешь и видишь этот сайт. Угадай какой? Итак, финалисты. Artlist и мой любимый Epidemic Sound. Именно с него я, кстати, и беру весь музон для своих видео, а также звуки для корявого саунд дизайн. Портал Artlist распространяет музыкальные композиции по подписке за 16 долларов. За 16 долларов в месяц можно получить возможность неограниченно скачивать композиции, а также допуск к использованию музыки в коммерческих проектах. Приятным дополнением является удобный поиск и портал Artgrid, где от 25 долларов в месяц можно скачивать истоковое видео. Нам доверяют Netflix и Twitter, не стесняясь заявляют создатели портала прямо на главной странице. Действительно, сервис Epidemic Sound отлично подойдет креаторам. Epidemic Sound я пользуюсь им уже, наверное, с самого начала, как я начал снимать видео. Я начал тянуть оттуда музыку, там есть 30-дневная бесплатная подписка. Раньше я менял аккаунт и привязывал разные карты и пользовался вот этим льготным периодом по 30 дней много раз. Списка за 15 долларов в месяц. За эту цену пользователь получит более 30 тысяч royalty-free треков и более 16 тысяч звуковых эффектов. Если ты сомневаешься, стоит ли это того, платформа предлагает бесплатный пробный период в 30 дней. Для компании есть бизнес-версия, подписка которой обойдется в 150 долларов в месяц. Вот теперь ты знаешь, чем отличается музыка без авторских прав от музыки, что льется из рта поп-тиф. И что такое royalty-free music? Надеюсь, я понятно объяснил и тебе понравились ресурсы, которых я перечистил. Ссылки на все из них я оставлю в описании. Рекомендую Epidemic Sound, там есть 30-дневный льготный период. А на этом все. Пробуй разные подписки, слушай правильную музыку, слушай много музыки, чтобы у тебя не тратилось много времени. Используй разные звуки, хороших тебе кадров, хороших тебе звуков. На этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok